Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Аюрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 9 июля, воскресенье, и я приветствую вас на канале Аюрведа. Сегодня по-прежнему тепло, на улице светит солнышко, и я прямиком пришла на огород. Вот, меня здесь не было два дня, так как был ливень в пятницу, в субботу, я тоже решила устроить себе выходной день. Там были какие-то у меня домашние дела, и была не очень лётная погода, обещали дождик, но дождя, по-моему, так не было. И вот сегодня воскресенье, выходной день, и я решила прийти на огород. Сегодня теплый денёчек, светит солнышко, небо голубое, дождя не наблюдается, но сегодня не так жарко, поэтому на улице комфортно. И мы идём опять на улицу для того, чтобы принять солнечные ванны и получить очередную порцию витамина Д3. Витамин, который необходим нашему организму, нашим органам внутренним. Этот витамин, он полезен как для костей, как для хорошего настроения, как для сна он полезен. И он придаёт нам силу, жизненную энергию, и бодрость, жизнерадостность заряжает нас энергией солнечной. И таким образом мы чувствуем себя бодрыми, весёлыми, счастливыми и жизнерадостными. Он даёт нам силу, энергию, жизненную энергию, необходимую для того, чтобы как-то действовать в этом мире. Так, я пришла на огород, и вот сейчас я нахожусь на грядке с кабачками. Вот, и принесла я опять очередную порцию удобрения. Это то, что я насобирала вот за эти дни, банановые курки. Но она ещё не успела почернеть. Это лимонный чай из-за сушёных листьев малины. Также здесь виноградные. Здесь у меня от винограда остались веточки зимы. То, что я тоже засушивала для чая. Ну, то есть, вот здесь вот от огурца его части какие-то. То есть, ну, вот вся, да, это ягодка клубники. То есть, вот вся органика, которая у меня была. Я вот решила теперь собирать отдельно в пакет. То, что остаётся, какие-то отходы кухонные, и приносить сюда на огород. То есть, чтобы они приносили какую-то пользу нашим растениям, удобряли землю. Не выбрасывать это просто так в помойное ведро, а удобрять этим землю, удобрять этим наши растения. Итак, пусть здесь немножко сейчас это всё полежит на солнышке. Немножко подсохнет. Потом это всё нужно будет разбросать, раскидать по огороду и полить после этого. Сейчас я хочу немножечко пройтись по огороду, показать вам, что здесь, какая у нас ситуация. Вот за эти два дня, пока меня здесь не было, здесь у нас радостные новости произошли. Такие, да, небольшие изменения. Ну, во-первых, зацвёл наш кабачок. Первый пересаженный кабачок. Вот на нём появились цветочки. Вот такие красивенькие. Ну, несмотря на то, что вроде бы казалось бы, что сначала листья пожелтели. Казалось бы, на первый взгляд, что растение начинает болеть, увядать. Тем не менее, он зацвёл. Появились на нём цветочки оранжевые. Вот такие красивые крупные цветочки. Но посмотрим. Возможно, что да, это может быть даже и пустоцветы. Возможно, что он не плодоносящий. То есть это не женское растение. Возможно, что он не даст плоды. Но, тем не менее, вот он зацвёл. Красиво, красиво зацвёл. Вот это первое растение. Второе растение тоже цветёт у нас. Вот тоже пересаженный кабачок. Вот он цветёт. Но здесь, по всей видимости, тоже пустоцветы. Ничего нет. Вот третье растение тоже зацвело. Тоже пересаженное растение. Но здесь тоже я пока что ничего не наблюдаю. Такого. Никаких плодов. Вот это тоже пустоцвет, по всей видимости. То есть здесь тоже одни цветы. Плодов я пока что не вижу. Здесь вот тоже он зацвёл. Но, по-моему, плодов вот есть. Да, нет. Вот появился маленький плодик. Вот на этом растении. Вот он, маленький плодик завязался. Вот. Но будем надеяться, что и он уже зацвёл. Начал цвести. Будем надеяться, что растение, да, значит, ему здесь комфортно. То есть оно развивается. Значит, ему здесь, для него здесь благоприятные условия. Всего он прижился. Вот. Но это вот все пересаженные растения, которые мне дали соседи. Вот. То есть они все зацвели. И один кустик. Но в прошлый раз я насчитала три кустика плодоносящих. В этот раз. Вот второй кустик. Я вижу, что плод тоже вот здесь вот появился на нём. Маленький. Вот здесь вот маленький плодик появился. Тоже. Вот. Это второй кустик. Вот он. Вот здесь вот тоже появился маленький плодик. Вот он. Вот. Маленький плодик появился. Вот второй кустик. И он зацвёл. Дальше вот. Патиссончик последний был, который я сажала. Но вот он тоже прижился. Он пока не цветёт. Плодов на нём нет. Но вот как бы он прижился. Дальше вот ещё один кустик. Но здесь тоже, по-моему, ничего нет. И вот на двух растениях я увидела, заметила плоды. Пока что на двух растениях только. Больше пока я нигде не вижу плодов. Пока что вот на двух кустиках я заметила плоды. Но остальное пока что вот просто цветёт. И плодов здесь нет. Ну и дальше вот все растения, которые появились из семечки. Вот они тоже развиваются. Вот здесь уже дали дополнительные листики. Вон, то есть растения развиваются. Также. Вот, то есть все, которые взошли, вот они все развиваются. Практически одинаково. Все развиваются. Они здоровенькие. Не жёлтые. Ну вот немножко здесь. Немножко здесь вот болячки появились. Но возможно, что это вот либо от переизбытка влаги, да, так как дожди затяжные были. Может быть, это даже солнечный ожог, так как они на солнце здесь находятся. Либо это наоборот от недостатка влаги. Мы видим, что листики пожелтели, начали сворачиваться. Засохли. Ну, тем не менее, все равно растение вот оно зацвело. Но пока я не вижу на нем плодов на этом кустике. Вот. Возможно, что плодоносить оно не будет. Это пустоцвет. Ну вот маленький, который был последний. Вот он тоже растет, развивается. Который я пересаживала. Последний кустик кабачка. Вот и наши два, две тыковки, которые взошли. Вот они тоже дали третий листик дополнительный. Ну, здесь вот тоже была посажена семечка, но она не взошла. То есть вот взошло две тыковки. Так, теперь необходимо сейчас все это полить. Сейчас я разложу удобрение. Сначала прям под кустик, под каждый кустик. По чуть-чуть попытаюсь разложить все. Разделить и разложить все под каждый кустик. Разнести. Разделить. Продолжение следует... 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 палец потому что впереди будут дожди в принципе можно перед дождями внести вот такое вот удобрение то есть вот это мы все нем чтобы это мякоть получилась такая и заливаем это все обычной водой и смешиваем с песком как бы делаем такое кашу здесь вот все здесь и мандариновые корки то есть вот он такое получается как биогомос такое удобрение вот оно такое получается такая кашка получается вот и это все можно залить сейчас водой смешать с песком и получится такое удобрение потом просто его под каждый кустик разложить здесь вот он легко раздавливается такое получается вот удобрение органическое для растений и 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 получилось сейчас я все это залью водой 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 смешать просто с песком все это залью водой 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 Ну и, собственно говоря, все это вношу уже под кусты. Вот так вот под каждый кустик. Вот такая получилась здесь. Вот она. То есть здесь уже все я смешала с песком, вода, сок и плюс еще органика вся. То есть все здесь полностью уже здесь все есть. Вот так вот. Так вот я внесла. Вот показываю вот последняя взошедшая тыковка. Вот я внесла этот биогомус натуральный. Только что, который я сделала, вот я положила под растение. Вот он с песком смешанный с водой. Также под это положила растение, потому что здесь я еще ни разу не вносила удобрения после того, как они взошли. Ну и вот можно под патиссон также положить. То есть кладем туда, где ничего нет. Также кладем под патиссон. Вот так вот чуть-чуть буквально вот так вот положили под корень. Вот как коровий навоз мы вносим. То же самое под каждый кустик. Вот сюда вот положили. Под маленький кустик. Вот под этот кустик положили. Под маленький. Ну под большие, под взрослые я не буду класть, потому что, во-первых, они уже взрослые. По всей видимости, когда мне их давали, их уже в них вносили какие-то удобрения. А вот эти миленькие мои, которые я сажала семечками, они еще ничем я их не подкармливала. Поэтому вот под них можно положить удобрения. Ну в следующий раз я опять наберу что-то, приду сюда и уже положу под все растения, которые я еще не удобряла. То есть, ну на всех не хватило. Вот и сейчас все это надо будет пролить. То есть вот я внесла. Прямо под кустик. Эту кашицу внесла. Вот, которую я только что развела. Вот она, эта кашица. Так, стекла убираем. Вот она, эта кашица. То есть, оставляю здесь. И поливаю. То есть, вношу именно туда, а где еще нет ничего у меня. Вот в этот можно внести. Вот в это растение. Под это положить. Вот здесь положить. Вот это растение. Вот, вот эту всю мякоть. В общем, все это разложить. Гущу, которую я смешивала. Вот сюда можно тоже положить. Чуть-чуть сверху. Вот сюда можно положить. Все, и можно это теперь полить уже. Вот, все я положила. То есть, в прошлый раз, когда я удобряла в предыдущий, я просто положила просто отдельные сухие, ну, отдельную кожицу вот такую вот сухую, черного цвета. Вот она такая осталась. То есть, она засохла. И даже дождь ее не смочил. Вот. А вот сегодня я решила вот по-другому сделать. В этот раз, то есть, смешала с водой, смешала с землей. И все это так же получилось такое вот удобрение. Органическое, как вот навоз мы делаем, как мешаем. Вот. И сейчас все это еще раз пролью. Вот такое получается удобрение. Вот так вот буду набирать постепенно. Каждый раз сюда приносить уже. Сейчас все поливаю. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДimaTorzok. 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 Продолжение следует... 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 образовалась такая маленькая розеточка здесь вот тоже можно сейчас прикопать дальше она уже даст розетку новую опять дальше здесь тоже прикопать здесь прикопать вот здесь вот прикопать ну вот они две клубнички маленькие вот они покраснели две маленьких ягодки на этом кустике вот они маленькие вот здесь можно будет тоже прикопать прикопать вот здесь вот 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 уже растение прикопаем ну и дальше вот эти тоже расползаются тоже можно прикопать чтобы он уже розетку дал в принципе вот везде я прикопала здесь тоже прикопаем тоже дает розетку дополнительно вот 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 как-то вот так здесь обстоят дела у нас. Смотрим, здесь теперь поливают уже все растения. Смотрим. Они уже такие стали большенькие. Вот они уже совсем стали большие. Вот такие вот. То есть они еще больше подросли за эти дни. Подтянулись. Монголь тоже большой. Шпинатик тоже подрос. Шпинат, конечно, не очень быстро, хорошо растет. Вот базилик тоже такой уже стал. Достаточно рукола. Рукола хорошо растет. Вот про руколу узнала, что рукола очень полезна для здоровья. По крайней мере, рукола полезнее, чем, например, шпинат. Поэтому, наверное, в следующем сезоне буду выращивать руколу. Руколу и, может быть, даже больше ничего, кроме рукола. Рукола очень полезна. Рукола очень полезна. Она очищает печень. Она очень полезна для здоровья. В общем, ее рекомендуют для здоровья именно включить в свой рацион именно руколу. Монголь горошек цветет. Пока он только цветет, больше на нем ничего нет. Пока я только вижу на нем цветочки. Фасоль вон тоже подросла за эти дни. Вот тоже уже зацвела фасолька на ней. А нет, пока что не зацвела. Пока что только листики. Пока что только листики на фасольке. Ну и вот свеколка. Свеклы в этом сезоне будет не очень много. Морковки будет больше. Морковки в этом году на трех грядках. Видите, какая морковка, какая у нее ботва. И вот свеколка. Свеколки будет не так много. Итак, поливаем здесь. Вот. 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 вот 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 Продолжение следует... 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 вот такой вот у нее вот такой вот у него корешочек плода плода еще пока что нет у него и это растение она немножко покосилась сейчас я его дальше можно оставить уже вот сухая трава которую я собирал можно ее кстати вот так перевернуть банна подсыхала сорняки все убираем но вот здесь вот тоже это растение можно отсюда убрать отсюда что она здесь плохо развивается посадить его например вот сюда куда-нибудь зимой вот сюда вот Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите, что уже подсохло. Вот он быстро засыхает, быстро вянет очень лолороса. Но по всей видимости недостаток воды. То есть дождей недостаточно. Нужно все равно приходить сюда поливать. Вот рукола совсем уже большая. Вот она здесь начинает свистеть уже даже. Появился вот такой, сформировался стебель толстый. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Кстати, вот этот сорняк тоже можно отсюда убрать. Где горошек, лишние сорняки. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует... 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 такой как бы вот получится как такие вот канапе маленькие то есть как гарнир к основному блюду завернуты имбирь например завернутый в листья мангольда один из вариантов или тушеные тушеные листья мангольда с маслом с солью тоже как гарнир к основному блюду как заправка как заправку можно также использовать мог листья мангольда если их потушить они становятся мягкими и выделяют сок большое количество сока и можно вот уже это использовать как заправку например к макаронам к той же самой картошки можно в свежем виде кушать как салат можно заворачивать листья в листья имбирь например соленый имбирь порезанный мелко и заворачивать делать такие вот рулетики и тоже использовать как добавку к основному блюду вот это что касается листьев мангольда руколу я пока что еще не пробовала лолороса мне понравились чуть меньше лолороса наверное я больше не буду сажать в следующем сезоне единственное что можно посадить это листья мангольда листовую свеклу и по ценности это рукола по полезности по ценности так как она очищает печень рукола очень полезна для печени поэтому ее можно включить свой рацион что касается рукола мы посмотрим сейчас посмотрим да из ботвы моркови можно сделать чай приготовить на зиму засушить так что вот в этом сезоне наверное я так и сделаю листья ботву моркови использую как чай засушу листики засушу и сделаю чай из ботвы моркови когда буду собирать уже осенью ну и шпинатик вот шпинатик маленький вот шпинат по полезности он не очень ценный так как в нем содержится те вещества которые способствуют образованию камней в почках аксалаты поэтому шпинат не очень полезный не очень полезное растение чтобы его можно было употреблять в пищу поэтому шпинат в следующем сезоне я не буду выращивать тем более что вот как видите он не очень растет нашей местности на наших грядках не очень развивается хорошо поэтому его я больше выращивать не буду тем более что не он не полезны для здоровья базилик базилик хорошо развивается рукола то что действительно стоит посадить мангольд посмотрим как горошек будет развиваться какие он нам плоды даст пока что вот видим что хорошо развивается неприхотлив не требует особого ухода полива не требует рахление не требует то есть вот посадила и забыла можно сказать также и фасоль тоже видим что тоже развивается растет тоже неприхотливо лолороса я больше не буду выращивать лолороса вот весь у меня в этом сезоне вот она начала начала засыхать вянуть то есть я его не успеваю есть она засыхает по всей видимости мне недостаточно воды недостаточно влаги то есть его тоже не буду больше выращивать то есть действительно то чего стоит выращивать это мангольд листовая свекла и рукола неприхотливая рукола ценно полезно питательно из рукола можно сделать например песто пасту пасту да песту это итальянская по всей видимости название песто сделать пасту приготовить на зиму то есть в этом сезоне я ничего не буду замораживать не буду делать никаких заморозок а просто либо это буду все сушить либо делать какие-то пасты пасты как буду делать приправы такие своеобразные для блюд то есть добавлять соль так как у меня нет миксера то можно это все мелко порезать измельчить в кашицу в кашеобразное состояние и просто добавить соль какие-то специи добавить приправы чтобы лучше дольше хранилась и разложить уже по баночкам и поставить в холодильник то есть но такой вот один из способов хранения получится такая паста как заправка для блюд как приправу можно использовать насчет мангольда я не знаю мангольд конечно лучше есть в свежем виде пока что листики большие хрустящие нежные он очень вкусный свежим виде если его потушить даже на пару приготовить то он хорошо подойдет например даже к макаронам к тем же самым также неприхотлив и хорошо очень растет развивается вот именно в нашей местности на наших огородах участках на нашей земле где не очень богатая земля да не очень я не вношу никаких удобрений ничем не подкармливаю вот но все очень хорошо растет развиваются поэтому вот в этом сезоне я смотрю наблюдаю за растениями как они себя чувствуют как они растут как они развиваются если за ними не у не очень ухаживать да хорошо например какие растения неприхотливы и уже на основе этого уже в следующем сезоне буду планировать какие посеять семена к следующему сезону то есть что можно посеять то что действительно следует посеять а то что то что не нужно сеять то что не заслуживает внимания особого не так полезно даже можно сказать вредно для здоровья да например это шпинат который и плохо растет но также он и вреден для здоровья не очень полезен так скажем поэтому вот ссылаясь на все эти наблюдения я уже в следующем сезоне уже буду планировать какие посеять семена какие семена посеять что посеять что не сеять поэтому вот посею морковь обязательно так как морковь очень полезна для здоровья как хороша и для зрения так как в ней содержится много каротина и недавно узнала что морковка является противораковым средством то есть ее используют для онкологии морковку как противораковое средство то есть она обладает антиоксидантами она обладает теми веществами которые блокируют образование раковых клеток это доказано уже научно то есть это не мои собственные какие-то выдумки а это вот действительно научные исследования конечно посажу свеклу потому что свеклу также очищает печень и также ее применяют онкология то есть она является противораковым средством свекла конечно горох посажу но посмотрим какой будет урожай гороха у горох вообще является такой белковой пищей так как я не употребляю мясо у меня нет мяса в моем рационе поэтому белок как источник горох как источник белка подойдет всем вегетарианцам кто конечно любит горох и у кого он хорошо усваивается так как горох можно и кушать как свежим виде салатах также можно и тушить его жарить варить добавлять супы первые блюда во вторые блюда и он плюс еще не прихотлив выращивание и требует особого ухода даже полива не требует так что я его тоже буду выращивать следующем сезоне и фасоль на фасолька она уже на постоянном месте по всей видимости что это не однолетнее растение многолетнее растение здесь ее постоянное место базилик можно будет также посеять следующем сезоне так как он хорошо развивается на нашей земле хорошо растет не требует особого ухода не вянет как мы видим если недостаточно например влаги не сохнет за ним легко ухаживать и руккола конечно руккола руккола очищает печень руккола руккола также рекомендуют врачи включать в свой рацион питания руккола так что же вот здесь был посажен перец красный но по всей видимости он не зашел я решила провести эксперимент посела здесь перчик красный но по всей видимости да он здесь не зашел вот не знаю что вот это вот что это такое по всей видимости это это сорняк это сорняк то есть по всей видимости что перец не взошел и я пока не хочу удалять сорняки потому что чтобы не вырвать случайно что-то нужное то что явно понятно что это сорняк вот это можно отсюда убрать вот и ясно ясно понятно что что это сорняки вот это можно все отсюда удалить одуванчик можно прям здесь же сорняки оставит из это можно все удалить ну вот так вот у нас развивается бархатцы мангольт также здесь хорошо развивается который я пересаживала плюс как видите мангольт вообще неприхотлив то есть его можно пересаживать и он хорошо прекрасно приживается не требует ухода особого поэтому свекла тоже пересаживала хорошо здесь растет в этом месте единственная шпинат но шпинат тоже вот он шпинатик который я пересаживала тоже вроде бы растет вот а вот сюда я посадила семечки абрикоса но абрикос по моему не взошел не взошел абрикос также не зашла мята не зашел щавель петрушка тоже еще не зашла вот единственное два кустика осталось которые я с прошлого сезона они у меня остались эти два кустика живых из 15 посаженных из 15 взошедших было посажено больше взошло 15 и вот два кустика зимы остались живыми остальные все не взошли ну и конечно кабачки тыква все это требует все это можно высаживать сажать сеять то что тоже неприхотливо не требует ухода но очень полезно очень ценные кабачки они вообще очень ценны и очень питательные а это также заменитель мяса хороший кабачок в нем много пищевых волокон много клетчатки в кабачках хорошо усваивается организмом также можно его в любом виде есть и в тушеном и в жареном и в пареном и в вареном и в свежем виде то есть даже можно не есть например всеми нами любимые огурцы да тут предпочитает огурцы ну вот например я огурцы не люблю то есть я считаю что огурцы это ну так скажем бесполезный продукт в котором кроме воды ничего больше не содержится и для организма он возможно не представляет такую особые ценности пользы огурец вот кабачок если вот например провести аналогию да и выбирать среди огурцов помидор кабачков тыкв конечно лучше выбирать кабачки тыква на первом месте это кабачок это тыква по содержанию витаминов по полезным веществам по свойствам по вкусу да кабачки вообще они очень вкусные даже не сравнили нельзя сравнить не с огурцами и с помидорами вкус кабачка вкус тыквы той же самой и по полезности по свойствам и по качеству и по вкусу и можно много очень блюд приготовить из того же самого кабачка из той же самой тыквы и вот даже в сыром виде кабачок напоминает вкус огурца поэтому я пробовала кабачки в сыром виде то есть кабачками можно сказать они спасают меня зимой можно вот зимой ничего больше не есть кроме кабачков и быть сытом и это питательные продукты полезные кроме кабачков да больше можно ничего вообще не есть и замечательно себя чувствовать можно делать и кабачковый укроп из этих кабачков можно и натирать на терке есть в свежем виде это прекрасная добавка к основному блюду заменяет полностью весную пищу то есть не требуется есть мясо это тоже наряду с мясом не менее ценный продукт по содержанию каких-то полезных ценных веществ для организма также кабачок является белковой пищей да по моему здесь содержится белок то есть он заменяет прекрасно заменяет мясо кабачок я конечно не знаю по составу но я так думаю что кабачок не менее ценен чем кусок мяса например да кусок говядины той же самой кабачок не менее ценен а может быть даже и полезнее более ценный более полезный чем кусок мяса например по крайней мере здесь нет убийства животного да не совершается убийство животного то есть нет ахимса да если говорить на языке санскрита нет ахимса то есть мы не наносим вред животным когда кушаем овощи фрукты мы не наносим вред животным животному миру окружающему миру поэтому кабачки тоже стоит выращивать на следующий сезон также и тыквы то есть они хорошо развиваются доносят растут также неприхотливы вот как видите то есть него я не вносила никаких удобрений в землю перед посадкой даже не перекапывала землю не вносила золу вот как видите все взошло все растет все развивается цветет кое-где появились даже плоды маленькие смотрим как будет дальше какой будет урожай в этом году кабачков кабачков мы тыквы тоже взошли поэтому в этом сезоне мы наблюдаем а уже и делаем уже да планируем то что мы будем сажать на следующий сезон какие делать закупки семян что сажать что не сажать ну что же вот 152 час 152 времени да на сегодня все я заканчиваю сегодняшний выпуск желаю вам хорошего хорошего дня хорошей погоды и хорошего настроения увидимся следующем выпуске